Дагестан Туристический После небольшого перерыва мы возвращаемся на все экраны страны. С вами Анжела Рахимова и Фарид Муслимов. И сегодня мы находимся в Шамильском районе. Если быть точнее, это Гидатлинская долина. Я здесь впервые. И знаете, сегодня я больше в качестве туриста, чем ведущий. Нет никаких заготовленных речей, стендапов и локаций. Поэтому, как говорится, будем делиться с вами эмоциями и красивой картинкой в онлайн-режиме. Нам сегодня обещают показать красивые места с уникальной историей. И поэтому давайте не будем терять времени и пойдем. Горы здесь действительно невероятные. Еще я заметила очень много старинных и полуразрушенных зданий. Говорят, что у каждого из них своя история, которую мы сегодня будем узнавать. Мы сейчас поднимаемся еще выше. А я хочу вам сказать, что в июне здесь, в Шамильском районе, пройдет второй республиканский фестиваль по рафтингу. Так что всех любителей ждем и летом мы тоже обязательно будем. Гидатлинская долина. По одной из версий название происходит от аварского слова «ги», что означает «варенное зерно». Другая версия гласит, удивительная красота природы долины Гидатль дала повод образно сравнить ее с долиной Гинда в Индии. Но и это еще не все, друзья. Гидаяд – арабское слово, которое означает «главенство» и якобы лидирующее положение гидатлинцев среди своих соседей послужило причиной такого названия. Вы уж сами решаете, в какую из этих легенд вам хочется верить. В Гидатлинскую долину входит восемь сел. Одно из них – Мочада, где мы сейчас и находимся. Отсюда открывается невероятный вид на долину. Название села произошло от слова «мучду», что в дословном переводе с аварского означает «луга». Говорят, что здесь были богатые пастбища, где паслись коровы и овцы. В принципе, об этом нетрудно догадаться и сегодня. На самом деле, те телята от меня убежали, но здесь есть другие, которые никуда не убегают. А еще лошади. Вообще, хочу сказать, что Шамельский район – прекрасное место для развития туризма. Здесь есть все – горы, животные, лошади, прекрасные люди. Так что обязательно сюда приезжайте. А на этой лошади мы будем кататься летом, Фарид. Правда, ей кажется, эта идея не нравится. По-моему, она недовольна. Здесь такие прекрасные люди, Фарид. Вот женщина хотела отдать мне бочку с молоком, представляешь? Но я не люблю молоко. А сушеное мясо не хотела бы? Кстати, нет, мне же нужно обменять его на сумку Луи Виттон. Так что Раиска и Хадижат, простите. Скорее всего, я вернусь без мяса. Друзья, посмотрите, какой вид открывается на Гигатлинскую долину. Это самая высокая точка в селе. Мы сюда поднялись, чтобы просто посмотреть на эту красоту. Только посмотрите. Посмотрите, 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 посмотрите. Гентам. Гентам – еще одно село в составе Гигатлинской долины. Аул с тысячелетней историей и тайной загадок расположен на склоне от весных гор. Мы находимся в селе Гента. Это одно из самых старых сел Гигатлинской долины. В переводе с аварского село означает «наверху». Выше только небо, считают жители этого аула. Из восьми сел Гигатлинской долины Гента самая высокогорная – 1713 метров над уровнем моря. В горах сложно думать о море, а вот родовая башня в ауле впечатляет. Сколько же историй она хранит своей памяти. В сплохе огня, шум битв, крики раненых. Это Тухумная башня. Башню построил старший Тухума Амач-эл-Али. Построил башню где-то в 1789 году. Сын Шаглава Амач-эл-Али наследует своим сыновым. А для чего была построена эта башня? В то время иногда вражда между Тухумами. Вот это для бойницы имеется. И во-вторых, при нападении внешних врагов для защиты от них. Узкие улочки села практически безлюдны. Рамадан. Люди сидят дома и берегут силы. Но зато здесь много старых заброшенных домов, готовых с нами познакомиться. Они пустуют, но в них столько жизни. Посмотри. А это, знаешь, это место... Сейчас у нас там имеется шкаф-купе и все такое. А раньше были вот такие вот шкафчики, встроенные в стену. Где можно было хранить, например, книжки. Печка. Отапливали помещение благодаря вот таким вот печам. Кажется, вот сюда вот, да? Закидывается уголь или вот сюда вот? Да, вот сюда. И вот оно обогревало все помещение. А вот это, мне кажется, женский уголок, знаешь? Смотреть сериалы и мыть посуду. Ну и хочу тебе показать, какой прекрасный вид открывается из этой террасы. Только посмотри. На всю Гидатлинскую долину. Просто заварить с утра кофе, ну или калмыкский чай, скорее всего. И любоваться вот этим вот пейзажем. Мы знаем, что Шамильский район, а именно село Гента, это такой центр паломничества. Скажите, объясните причину. Вот это место, где я рад был, значит, не в таком облике. Мы пришли заново, значит, восстанавливать этот. Было почти все рушено было. Много, очень много людей приезжают. Очень много садок делают. Здесь Мавлиди, Зикру, со всего Гидателя района. И которые проживают в Махачкале, значит, вне селения. Очень много. Каждый год обязательно по 10-15 таких мероприятий здесь бывают организованы. Еще одно место, которое хранит память села, это исторический музей. Здесь хранятся древние экспонаты, предметы домашней утвари, народного мастерства, а также старинных технологий со всей округи, оставленных без надобности и прежде всего должного ухода. За десяток лет накопилось более тысячи предметов различной сохранности, древности и ценности, что позволило создать небольшой импровизированный музей. В долине Гидатель есть маленькое село с большой историей. Это Тлях. Об этом свидетельствуют истертые до блеска валуны в Гадикане, на которых сидели многие поколения тляхцев и многоэтажные старинные дома. Многие из них, к сожалению, сейчас разрушены. Это заброшенный аул. Обратите внимание, как построены здесь дома. Все друг к другу, рядышком, и не было места даже для собственного дворика. Это и стало причиной переселения жителей аула. Кстати, переселились они лет 15-20 назад. А это место, место Гадикана, вот именно здесь раньше решались все важные вопросы. Люди отсюда переселились ближе к воде на просторные участки. Само село построено очень интересно. В центре расположен Гадикан. Позади мечеть с миноретом, рядом через дорогу женская молебня. Две улицы, которые пересекались крест-накрест в Гадикане, были основными выходами из села. Этот мечеть – один из первых мечетей в Гидатлинской долине, можно сказать, и в Шамильском районе. Он построен в конце 16-го, начало 17-го века. Является историко-культурным памятником и охраняется государством. Он федерального значения памятника. Гидатлинская долина в Шамильском районе не оставит равнодушной ни одного путешественника. Красивые пейзажи, могучие горы, удивительные истории и добрые люди – это то место, которое обязательно стоит посетить. Ну а Дагестан туристически вернется сюда уже летом, чтобы отведать настоящего горского чая из лечебных трав долины Гидатль и принять участие в экстремальном сплаве по аварскому кайсу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я приобрела жилье в Шамильском районе, в Сен-Эль-Кентар. Дорогие мои друзья, если вы здесь будете, ключи вот здесь вот можете пользоваться. Там есть холодильник с соленьями, вареньями. Приезжайте вместе с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова